Ареттемец Я думаю, что немало интересного узнаем Эрвей Буасье и Джеймс задают ему вопрос относительно того, насколько сложно организовать эту трансляцию четыре одновременных трансляции по всему миру вчера мы смотрели в 160 страны 60? 160 160 что означает, что Чайковский Компетитон очень интересует много людей в каждом стране и все вместе мы получили более 3,5 миллионов видео и видео в начале это очень хорошая мотивация для всех нас делать все эти афорты и все эти проекты То, о чем говорит Эрвей, что, конечно очень сложно организовать параллельно четыре трансляции огромный объем материала который приходится который приходится обработать организовать всех людей вместе это очень сложная задача но она реализована 160 я даже переспросил 160 стран на вчерашний день из 160 стран смотрели конкурс Чайковского больше чем 3,5 миллиона зрителей по всему миру это говорит, конечно, о том что огромный интерес к конкурсу огромный интерес к конкурсу во всем мире И, я имею в виду The mentorship catalogue now is... I mean, how long has it been running, the company? We started 7 years ago So, the catalogue is now pretty enormous The catalogue is really great because it's more than 1,500 programmes today with a great diversity of programmes that's very important to have, of course, the best selection of performing arts of concerts and operas filmed but also a lot of documentaries a lot of education programmes archives masterclasses So, we really try to showcase the best of classical music and really to give the possibility to, when you discover from an artist entrance, let's say or starting point or from a repertoire we offer the possibility to go further and then after to go deeper and deeper in the music or in the... in the... behind the scenes so that's the richness of the catalogue you said fifteen or fifty? fifteen hundred or fifty? fifteen hundred yeah, one thousand yeah, I got it 150 and 500 different programmes are there on METGW TV and this is a huge catalogue which you can see and, as a RVE says that it is possible to be done only via an artist but via repertoire and you go deeper and deeper and you go deeper and you discover that around you the remains and we are also part of this network Ну что, мы идем дальше? Это может быть один из самых сложных вещей. Да, да, да. Это, по крайней мере, самый сложный. И, опять же, очень интересный, потому что мы так счастливы. Это наш миссион. У нас есть то, что мы делаем, что мы делаем лучшие классические музыки, с максимум количеством людей, и мы увидим эти результаты, и эти молодые артисты. Это очень, очень активно для нас, потому что мы хотим, чтобы мы откроем, чтобы мы обнаружили новые новые стены. Я имею в виду, что в Медичи-Catalogе у нас есть лучшие лучшие артисты, с большими артистами на сцене, и все лучшие лучшие артисты, потому что у нас есть коллективных архивов, которые абсолютно потрясающие, из Росроповича, Гиллеса, Рисштера, Калас, Карян. И, конечно, наш цель, это, конечно, чтобы показать и продавать новые стены, которые будут новые стены. И, конечно, это идеальная ситуация для этого. Одна из целей Медичи-ТВ – это не только показывать архивы, и звезды, которые уже состоялись, и звезд прошлого, и просто звезд мировой классической сцены, но, конечно, и помогать новым звездам. Хотя архив потрясающий, от Росроповича до Караяна, Мария и Калас, все есть там внутри Медичи-ТВ. Но мы продолжаем, и, насколько я знаю, нас сейчас видят еще и в Нью-Йорке, и я знаю, что в Нью-Йорке, которые в Нью-Йорке, и они связаны с нами. Да, абсолютно. Абсолютно. И, конечно, мы с вами, для этого момента, мы будем в следующем году, в несколько секунд. Я не буду дать долго, но, что это важно, потому что, как мы говорили, мы здесь, чтобы transmitить эту губу, эту музыку, и силу, и, конечно, чтобы быть очень, 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 в том, что все эти индукции, в том, что это, 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 в том, что это действует на всех сторонах, и что это радиоактивной ведением, и, конечно, в том, что, то, что это работает на всех сторонах, это важно для пылающих, чтобы это быть полезным, и, опять же, и, еще и, в целом, аэнергетично. Да, сейчас, это уже является очень этосцесisф, и я очень рад, что нашли мои моим родственников в ИAMЛ, и мы знаем, что они первые поддержки, кающиеся нам этого надо, отправляемся, Я прерву РВ, тем более, что в нашем эфире, я надеюсь, появляются гости. Я думаю, что мы можем приветствовать Эбри Вод. Абсолютно, пожалуйста, join us. И, когда она появляется, я буду говорить, что происходит. В этот момент происходит конференция музыкальных библиотек и архивов. И к нам присоединяется Дебора Войт, мы зададим ей несколько вопросов. Nice to meet you once again. Thank you. How's it going there? It's going very well there. Exciting start, I think. Yeah, very exciting start. A lot of coloratura happening this morning. It's actually afternoon, but it feels like morning if you're jet-lagged. В общем, все хорошо, как вы понимаете, внутри сейчас конкурса Чайковского. Очень много coloratуры сегодня. Есть ощущение jet-lagged небольшого, потому что Дебора приехала к нам из Соединенных Штатов. So go on. Now we have a question from one of the delegates at the conference. This is from Linda Fertal, University of Richmond. The question is, now that live broadcasts in HD video are becoming more frequent, do you feel any tension between acting for the camera and acting for the audience in the theatre? Well, I would not be being honest if I didn't say that we're very aware of the cameras. That being said, what we have to remember is that we're singers first and foremost, and that the embouchure that we need to use to produce the sort of sound that is required to have a beautiful sound, it's not necessarily meant to be blown up on a huge movie screen. So we try to be true to what we're doing vocally, first and foremost. But yes, we're very much aware of the cameras. In particular, there's one that runs along the bottom of the Met stage. We call that the mouse. Because we don't want to look at it, and the whole time it's moving, you're thinking, don't look at it, don't look at it, don't look at it. I'm sorry. Bibliothecary, I'm sorry. Bibliothecary, которые собрались в Нью-Йорке, задают вопрос Дебри, насколько сложно петь, когда она понимает, что ее снимают множество камер. Есть аудитория в зале, и при этом есть камеры, которые снимают ее в HD, и она говорит о том, что, конечно, самое главное для любого исполнителя это в первую очередь звук, а потом уже все остальное. Хотя вот эта камера, которая внизу ездит, они называют ее камера-мыш, иногда очень отвлекает. So I guess you really want to rely on a director who's going to be sensitive. So, I mean, if you're going for it, you would hope that they're not kind of peering down your throat. We do trust the directors, both that are doing the filming, and also the directors who are staging us for a piece that we know is going to be transmitted HD. You know, they paid particular attention to close-up and images, because they know that that's what's going to be seen. James задает такой вопрос с подковыркой прямо скажем. Не боитесь ли вы, что камера заглядывает вам прямо туда, в связке, прямо в рот? На что Дебора вежливо отвечает. Приходится, конечно, доверять режиссерам и операторам, надеяться, что они этого не делают, хотя иногда чувствуешь себя немного неуютно. Дебора Войт был рядом с нами, мы разговаривали только что о том, как происходит, о том, что передавали привет Нью-Йорку, и мы идем с Эрви сейчас. Да. Я думаю, смотря на то, что люди используют Медичи ТВ, я думаю, в perfect world, или в crazy world, вы можете перейти в мире Медичи ТВ всю свою жизнь. Нужно не выйти из воздуха, вы можете просто слушать музыку 24-7. Это абсолютно наш цель. И это абсолютно точно, говорит Эрвин, наша цель, чтобы просто вы не возвращались. Ну и Наша с Джеймсом. Это наш цель, тоже. Я и с тобой. Абсолютно. Заодно. Но, чтобы отвечать на более серьезную, я думаю, мы верим, что искусство может спасать мир. Это очень важно, что искусство, особенно в наших временах, когда мир очень сложный, скажем так, я думаю, что это очень важно, когда вы получаете привилеги, как мы, как мы делаем, чтобы получить доступ к лучшему из арт, и для тех, чтобы, опять же, быть очень здоровыми, и сделать их доступными, 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 и доступными, что это очень важно. Конечно, есть, но есть больше, чем это. Потому что это может помогать многих людей для того, чтобы сделать их лучше, и для того, что мы можем сказать, что мы, по-моему, каждый день, меседжеры, и-мails, на социальных сетях, которые нам говорят, что мы мечтали, что это концерт. Я мечтали, что это музыка. Это никогда не произошло. Это не было возможно. Это было не так возможно. Это было слишком много. И я был немного шик, чтобы приехать туда. И, по-моему, классическую музыку, это было для моих родителей, а не для меня. И, благодаря Медици, и благодаря к тому же, для того, что это действительно возможно, потому что, от интернет-производства, благодаря нам, это меня не изменилось, потому что, что это меня не изменилось. То есть, это каждый день, это самый большой, и лучший, что мы можем найти. Но, кстати, у вас есть какие-то данные на самом деле обеихов? Да, есть большая diversа. Мы не можем сказать что это начало. У нас нет детей. У нас нет детей. У нас нет больше, 30, 35 лет. У нас нет больше, 50 лет. Но, конечно, у нас есть много студентов, и, опять же, я рад, что мы сейчас смотрим, в Киеве, в Нью-Йорк, и АМЛ, потому что, мы видим, что мы чувствуем, что студентам, что это очень сильное, и больше, и больше. И, после, мы имеем все подобные, в общем, классическое музык, это не имеет большинство, это не только международным. Поэтому, я думаю, что мы видим, в Европе, что мы видим, в Киеве, и в Киеве, это совершенно неизвестно. В Киеве, мы имеем больше, в Киеве, в Киеве, и в Бразилии, это точно так же. В Киеве есть молодая, молодая, 10-15 лет, чем мы испытываем в Европе, и даже в США. Т.е. надо думать глобально, и, следует глобально, и, следует глобально. Потому что, в России, мы действительно покажем Медичи за первый раз в этой большой тяковской победе. И мы получаем новый тип музык-любер, классический музык-любер. В Киеве В Киеве в Москве, в России, в России, в России, в России, и в России, что еще доехали – искренение в мировую новую 系ическую clубу, и в современном поингв jaką здесь в Сент-Петербурге, которая была full of young faces, maybe 5-10 лет назад, это не было так, потому что классическое музыкальное было сообщество сообщество людей, как 40-plus, 40-something. Но сейчас, молодцы, молодцы, они возвращаются в холл, и, ну, может быть, это потому, что уникальный, креативный энергетик, который находится в классическом музыке, может быть, потому что. Но это также, в отличие от этого, мы в Мариинске 2, это как-то отдельно, из Мариинске 2, это невероятно, это невероятно, как новое здание, это привлекает зрителей. Вы посмотрите на эти замечательные здания, и, ну, как Walt Disney Hall, в Лос-Анджелесе, люди идут туда, не только потому, потому что это прекрасное здание, потому что то, что происходит в этом, это очень интересное. Да, абсолютно. Я думаю, что это очень интересное и очень интересное для всех нас, что классическая музыка может быть, может быть, из-за того, что это очень интересное, новое здание, в паре. И это не в центре паре. Это не в центре паре. Но в центре, в центре, и в центре. И люди были использованы к залплея, очень chic, и так далее. Это огромный успех. Это очень большая ответственность из нашего зрения, и как они представляют этот концерт, с праздником, я бы сказать, даже в интернете, с разговорами, и после концерта, это просто хорошо адаптирован от того, что люди нужны и хотят испытать. Я имею в виду, если вы создаете что-то, если вы создаете, если вы создаете ключ к людям, если вы, знаете, если вы предложите сделать это более открытым и удобным, это прекрасно. И с Медичи, это действительно то, что мы испытываем каждый день, потому что мы видим, что сейчас это возможно. Окей, я думаю, что это время, чтобы благодарить Ирве. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы придете к нам в несколько дней. Это было огромное удовольствие, спасибо большое. В Мариинский концерт, в котором мы переехали в несколько дней. И я бы хотел бы сказать, опять же, благодаря всем нашим друзьям, которые мы смотрели в Нью-Йорк, в школе Юлия, в ИАМЛ, в конвенции. Спасибо большое за вашу поддержку в прошлом году. Мы нужны, мы хотим работать с вами. И это было приятное, чтобы вы отдали эти несколько минут с вами. Спасибо. Спасибо большое. РВБСЕ был вместе с нами, основатель Медичи ТВ. Мы общались с Нью-Йорком, поскольку в Нью-Йорке нас сейчас смотрят на конгрессе, на конференции музыкальных библиотекарей. Привет, нью-йоркские библиотекари и не только нью-йоркские. Шлем мы вам отсюда из Мариинского 2, из центра Санкт-Петербурга.